явление богородицы в зитуне добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам проявление богородицы в городе зитун пригороде каира столица египта согласно преданиям святое семейство останавливалась в этих местах во время бегства от цара ирода они были голодными и фиговое дерево внезапно наполнилась плодами и насытила голодных путников спустя много лет в 1925 году богородица явилась во сне хозяина участка земли и браги ему паше ты должен построить мне церковь через 50 лет я сюда приду сказала божия матерь и браги на своем участке построил большой пятиглавый храм с большим центральным куполом первое явление богородицы произошло вечером второго апреля 1968 года в каирском пригороде зитун рабочие мусульмане увидели необычное зрелище на крыше коптской церкви стояла женская фигура один из рабочих подумал что женщина решила свести счеты с жизнью и хочет прыгнуть с крыши он закричал леди не прыгайте он побежал вызывать полицию и пожарных для того чтобы спасти женщину а его товарищи позвали местного священника отца константина это заметили и другие люди одна из женщин закричала наша богоматерь мария после ее слов рядом с видением стала парить стая странных птиц летавших с большой скоростью которые при этом не махали крыльями эти птицы иногда собирались в стае в виде креста а потом исчезали в темноте богородица постепенно растаяла в наступающей темноте свидетели явления долго не могли прийти в себя неделю спустя произошло второе явление затем другие и не всегда были ночью и сопровождались таинственным светом сиянием и блеском вокруг церкви затем свет приобретала чертания богоматери она была в длинной одежде и с покрывалом на голове из голубовато белого света время от времени пресвятую деву можно было видеть с младенцем иисусом на руках или со святым иусефом вместе с христом отроком лет 12 богоматерь периодически являлась в виде светящегося образа над куполами церкви сопровождались явления появлением каких-то светящихся объектов похожих на голубей миллионы египтян и иностранцев всевозможных вероисповеданий наблюдали явление длящиеся от нескольких минут до нескольких часов очевидцами явлений продолжавшихся в течение трех лет были сотни тысяч людей среди них было много и мусульман они молились вместе с коптами христианами краткий рассказ о первом видении был опубликован в выпуске каирской газеты в атане люди с нетерпением ожидали чудо и собирались толпами возле церкви святой девы марии толпы собиравшихся достигали 250 тысяч человек корреспондентами были даже сделаны фотографии девы марии которые облетели весь мир были многочисленные исцеления коптские церковные власти организовали специальный медицинский комитет чтобы расследовать случая исцелений в комитете по исследованию этих чудесных событий говорится об исцелениях злокачественных опухолей заболеваниях щитовидной железы слепоты от различных хронических заболеваний в тяжелой форме и многих других заболеваний и это подтверждено медицинскими исследованиями после этих чудес многое люди обратились в христианство явления богородицы были засняты на видеопленку и транслировались египетским телевидением видение постепенно сделались менее отчетливыми и в мае 1971 года полностью прекратились когда патриарх московский и всея руси элексий первый узнал об этом чуде то он воскликнул слава богу значит у нас еще есть будущее в истории церкви известны еще и другие случаи явления пресвятой богородицы об этом у меня на канале еще будут видео вот такое чудо на этом на сегодня все следующее мое видео называется всякое дыхание дохвалит господа оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока